В Казаларде в дни беспорядков за медицинской помощью с различными травмами обратились больше 200 человек. Около 50 из них сейчас получают лечение в больнице. 15 находятся в реанимации. Областная и городская больницы находятся под усиленной охраной. О том, какая ситуация в Казаларде сейчас, готова рассказать наш корреспондент Кристина Алмаз-Казана на прямой связи. Кристина, приветствую вас снова. Алмаз, здравствуйте. Минувшей ночью наша съемочная группа вышла в рейд вместе с полицейскими. Конечно, нами были соблюдены все меры безопасности. Напомню, что комендантский час в регионе действует с 23 часов вечера до 7 часов утра. Стражи порядка на тяжелой военной технике Орлан-Борыс патрулируют городские улицы и прилегающие населенные пункты. Также проверяются водные каналы и дачные массивы. По информации комендатуры, в областном центре зарегистрировано 9 фактов нарушения режима чрезвычайного положения. По последним сведениям, заведено 50 уголовных дел. Задержанные 27 террористов. Иностранных граждан среди них нет. Всего в органы внутренних дел были доставлены 225 граждан, действием которых будет дана правовая оценка. Антитеррористическая операция в регионе продолжается. В округ области в целях обеспечения общественной безопасности выставлено 5 блокпостов. В парке первого президента на трастах Казларда-Жизгазган, Казларда-Жалагаш, Самара-Чемкент два поста. Задействованы сотрудники полиции, военнослужащие спецтехника. В целом по области ситуация стабильная. Просим граждан соблюдать ограничительные меры и общественный порядок. В целом Казларда постепенно возвращается в привычный ритм жизни. Здания городского и областного Акиматов, которые пострадали во время беспорядков, уже расчищены. Со вчерашнего дня госучреждения работают в штатном режиме. В городе возобновлено движение общественного транспорта. На этом у меня все. Алмаз. Спасибо. Кристина Алмаз была с нами на прямой связи из Казларды. Идем дальше.